Здравствуйте! В государстве Ланя, 18 часов. Вы в прямом эфире информационный выпуск «Сегодня». С вами Ирина Кусраева и вот главная тема дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Цхимвале прошла акция, посвященная 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. У памятника воинам-интернационалистам собрались участники афганской войны. Глава государства Анатолий Бибилов и посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов возложили венки к мемориалу. На войну из Афганистана в Афганистан из Южной Осетии отправились более 200 человек. Семеро из них погибли. Ежегодно здесь вспоминают воинов-интернационалистов Южной Осетии. Семеро из Афганистана в Южной Осетии Мурат Гучмазов отметил, что во многих республиках бывшего Советского Союза сегодня вспоминают события и героев афганской войны. Из нашей республики в Афганистане прошли около 200 тысяч наших молодых ребят. Из них Семеро не вернулись. Каждый год мы зачитываем их имена. Это значит Кумаритов Мираб, Кисиев Нодар, Сивкаев Игорь, Нделашвили Заза, Тигиев Гулливер, Николаишвили Александр и Габараев Константин, который пропал без вести. Вы прекрасно знаете, каждый год мы об этом объявляем. Кроме того, мы вспоминаем имена тех, которые вернулись с афганской войны, но буквально через год они влились в ряды самообороны, как вы знаете, во время грузинской агрессии. Советские солдаты выполнили свой интернациональный долг и заслужили уважение даже своих противников, отметил в своём выступлении президент. Он пожелал ветеранам Афганистана здоровья и крепости духа. Вы являетесь сегодня теми людьми, с которых молодые ребята, пацаны должны и будут брать пример. Вы брали пример со своих отцов, дедов, которые прошли Великую Отечественную. Вы с честью и достоинством отслужили в Афганистане. Практически все афганцы награждены высокими наградами, боевыми наградами Советского Союза. И то отношение, которое есть в принципе к афганцам, уважение, гордость, он сохраняется и не только сохраняется, но и приумножается. Получается так, что с уходом наших ветеранов Великой Отечественной войны вы переходите на передовую, как продолжатели их памяти, продолжатели их героических подвигов, продолжатели их дел, которые они действительно дарили нам, молодым ребятам, когда нас воспитывали, когда нам рассказывали о войне в школах, когда они нам рассказывали, насколько это плохо, но насколько важно сохранять свою честь, насколько это важно быть патриотом, насколько это важно быть героем, насколько важно быть мужественным человеком при защите своего отечества. Афганцы из Южной Осетии были награждены высшими боевыми наградами Советского Союза, и этим нельзя не гордиться. Советский воин воевал, отстаивал интересы Советского Союза, и в то же самое время советский воин делал для народа Афганистана. Это важно очень. То, что многие говорят, что Советский Союз ушел с Афганистана побежденным, это совершенно неправда. Задачи, которые поставило советское правительство, воин-интернационалист, он их выполнил. Выполнил и с честью, и с достоинством вышел. Вот здесь она правда. И поэтому мы гордимся вами, поэтому мы равняемся на вас. Более того, Мурат Мухарьбегович об этом уже сказал. Именно вы, воины-афганцы, в самые тяжелые годы для нашей республики, республики Южной Осетии, вы встали на защиту своей родины, вы знали, что такое война, вы знали, как обращаться с оружием, вы давали надежду всем остальным ребятам на то, чтобы отстаивать свою родину и надежду на то, что победа будет за нами. Павить воинов, оставшихся на поле битвы, почтили минутой молчания. Ратный труд воинов-афганцев золотыми буквами вписан в военную историю Советского Союза, отметил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике Южная Осетия Марат Кулахметов. «Воинская служба, она многогранна. Кто-то с пулеметом в составе роты штурмует высоту, кто-то за рулем находится в колонии, кто-то варит кашу, кто-то в составе группы специального назначения ловит караваны. Это тяжелый военный труд. Только военные знают, что это такое. Если кто-то не сделал, значит то, что не доделано, ложится на плечи другого. Делят все остальные. Это серьезная, ответственная работа, особенно в условиях выполнения боевой задачи. Низкий поклон вам всем, воины, афганцы. Мы всегда вас любим и уважаем. Мы всегда должны помнить тех, кто сложил головы свои, отстаивая праведливость и мир на земле Афганистана. Тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, которого скосили ранения и болезни. Мы их должны помнить и всегда чтить, ибо без памяти у нас не будет будущего. И, пользуясь случаем, еще раз хочу всех поздравить афганцев с очередной датой, не юбилейной, но очередной датой. Пожелать вам крепкого здоровья. Воспитывайте молодое поколение. Поверьте, мы все равняемся на вас. Независимо от того, кто мы по должности и по званию. Потому что вы, повторяю, для нас всегда были пример. Парни из 70-х годов. Даже спустя три десятка лет их борьба не забыта потомками. Учащиеся школы-интернат 1-й и 9-й школ подготовили выступления. А 9-я школа взяла шефство над памятником афганцам. Впредь они будут следить за чистотой и порядком монумента. Прими благодарность войны ветеран, войны, охватившей Афганистан, войны, что непрошенной в гости пришла, войны, что по жизни по сердцу прошла. Ты боль души моей, любовь моя с подбитыми крылами. Со временем я чувствую острей твою судьбу, непонятую нами. Афганистан, ты крик души моей. Большинство воинов-афганцев из Южной Осетии стали участниками и национально-освободительной войны нашего народа за независимость. Вынужденное приостановление работы, отсутствие главного финансового документа отразится и на деятельности управления автотранспортом. Работники останутся без зарплаты, а жители республики – без общественного транспорта. Подробности расскажет наш корреспондент Анжела Кукоева. Непринятие государственного бюджета отражается на всех сферах жизнедеятельности, в том числе и на работе управления автотранспортом. На штате порядка 140 человек, которые получают зарплату вовремя и без задержек. Но сейчас есть вероятность того, что они останутся без средств существования. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый день автовокзал работает в привычном режиме. Рейсовые автобусы выходят по установленному графику. Однако, по словам Альберта Дудой, эти сбои неизбежны. Если денег не будет, они не смогут обеспечить ведомство бензином. Каждый день lockdown происходит от Как добавил Альберту, дать работников транспортного управления волнует сложившаяся ситуация, потому как у большинства нет других источников дохода. Продолжение следует... Без выделения необходимых денежных средств автовокзал будет вынужден приостановить свою работу. А тем временем общественным транспортом пользуются сотни жителей республики. Анжела Кукоева, Азамат Гудзиев, Зариня Татайва. Информационный выпуск сегодня. Повышение заработной платы, реализация программы духовно-нравственного воспитания, техническое оснащение образовательных учреждений. Сегодня Министерство образования читалось о проделанной за год работе. Отчет о работе системы образования за прошедший год сегодня был заслушан в Министерстве образования и науки. Несмотря на значительные корректировки, в 2020 году из-за введенных карантинных мер многие значимые проекты были отменены или перенесены на текущий год. В образовательной системе 364 педагогических работника. Предполагаемое число выпускников в этом году 475 подростков. Приятно отметить, что прошло повышение заработной платы. В среднем на 5% увеличился базовый оклад. На сегодняшний день среднемесячная заработная плата в республике в школе 21 951 рубль за ставку и в детских садах 20 850 рублей. Несмотря на то, что уменьшилась нагрузка на воспитателей в группах, государство изыскало возможность компенсации разницы в заработной плате. За год были реализованы программы развития физической активности детей и частично программа духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Карантинные меры не позволили в полном объеме реализовать ее. Поэтому было принято решение на сэкономленные деньги закупить большую партию компьютеров и дооснастить образовательные учреждения. На 2020-2022 годы в истекшем году были приобретены кабинеты труда для девочек на сумму 1 млн 415 694 рубля. Перечень школ прилагается. Закуплен спортивный инвентарь на сумму 1 млн 958 297 рубля. Перечень школ также прилагается. То, что я вам сказала на сайте, потом вы можете увидеть весь перечень школ. В 2020 году многие мероприятия не были реализованы из-за карантина, в связи с чем было принято решение на сэкономленные средства приобрести оргтехнику в кабинете информатики школ республики. Речь шла и об успеваемости и качестве образования. Одним из важных и необходимых было приглашение в республику дефектолога, который уже около года работает при школе-интернат. Контракт с ним был продлен до конца 2021 года. В республике функционируют 6 организаций дополнительного образования. Их основная работа заключается в духовном и интеллектуальном развитии детей. Отметим, что благодаря финансовой поддержке президента, а было выделено из президентского фонда более 5 млн рублей, на сегодняшний день колледж располагается необходимой материально-технической базой с современным оборудованием по различным направлениям обучения. Отделом науки совместно с университетом и научным институтом подготовлен проект государственной программы развития науки Республики Южная Осетия на 2021-2023 годы согласно поручению президента республики. Данный проект разработан и находится на стадии окончательной корректировки и согласования и будет представлен соответственно в правительство. Дворец детского творчества провел около 18 открытых уроков с привлечением максимального количества детей. В течение всего прошлого года отделом дополнительного образования проводились плановые фронтальные проверки. По выявленным нарушениям учреждения получали предписания. Подводя итоги, министр образования и науки выразила благодарность руководителям образовательных учреждений за слаженный труд и большой объем проведенной работы. Яна Плева, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня. Из-за сильного снегопада исхода лавин движение по Транскаму прекращено. Дорога закрыта для всех видов автотранспорта. Запрет будет действовать до особого распоряжения. Снегопад в районе автомагистрали продолжается до сих пор. Как сообщает МЧС, снег на северном портале обильнее. Дорожные службы расчищают дорогу, а сотрудники МЧС несут службу в усиленном режиме. Конечно, закрытие единственной дороги, соединяющей Южную Осетию с Россией, создает определенные неудобства. Но с ухудшением погодных условий невозможно обеспечить безопасный проезд граждан. Благоустройство общественных мест, дворов и зеленых зон является приоритетной задачей столичной администрации. Но и из-за отдельных нерадивых граждан нашей республики поддерживать эстетический вид улиц Хенвала становится трудно. К примеру, улица Октябрьская, которую снова приходится благоустраивать. И это несмотря на то, что она была восстановлена недавно. Но сегодня там иная картина. В лучшем случае разрисованные, а в худшем – разобранные и поломанные скамейки, урны и фонарные столбы. Многие жители столицы с нетерпением ждали восстановления улицы Октябрьская. Одна из самых красивых под высокими елями здесь нередко проводили свое время в советские времена. И вот после августовской войны в рамках инвестпрограммы улица полностью благоустраивается. А уже через некоторое время от вновь восстановленной улицы цельным остался только асфальт. С легкой руки вандалов, прикрепленные к брусчатке урны, выкорчеванные из них, уцелело лишь две. Разбитые приборы освещения, причем не только плафоны, не осталось даже столбов. К очередному восстановлению улицы вновь приступили. Столичная администрация на первом этапе уже установила новые металлические мусорные урны. И далее строители приступили к установке фонарных столбов. По словам представителей городской администрации, они высокого качества и прослужат не один год. В ходе реализации мероприятий по социально-экономическому развитию республики проводится также работа по благоустройству улиц города Схенгал. Это касается и одной из самых красивых улиц, улица Октябрьская. Однако, к сожалению, присутствуют факты вандализма, которые выражаются в преднамеренной порче городского имущества. С учетом этих явлений городская администрация выполняет на сегодняшний день работы по замене старых фонарей на новые светильники уличного освещения. Вандалам не понравились и скамейки, их расписали или разобрали. Они также будут отреставрированы и приведены в надлежащий вид. Насколько хватит на этот раз ухоженная чистая улица, неизвестно. Известно одно. Гражданам, которым чужит эстетический вид города Героя Схенгал, необходимо применить административные меры воздействия. А тем временем столичные власти в десятый раз призывают бережнее относиться к объектам городской инфраструктуры. Большая просьба к жителям бережно относиться к городскому имуществу, поскольку у администрации, с учетом бюджетных ассигнований, нет возможности ежегодно менять городское имущество, то есть фонари, скамейки и урны. Зарина Кучева, Геннадий Мамитов, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня. Место отдыха покорение новых вершин. В прямом смысле этого слова. Волонтеры из Южной Осетии, направленные на отдых в Крым, поднялись на самую высокую точку горы Айпетри, где установили Остинский флаг. О высокогорном походе наших ребят в репортаже Стеллы Бязровой. Осетинский флаг теперь развивается и на самой высокой точке Крымской горы Айпетри. Группа волонтеров из Южной Осетии, которые направлены на отдых в Крым, покорили высоту в 1234 метра. Добраться туда было нелегко, но желание поднять осетинский триколор на самой высокой точке горы Айпетри помогло преодолеть все трудности. 2980 метров пути на канатной дороге перед глазами открывается потрясающий вид на одной из самых посещаемых достопримечательностей Крыма. С традиционными тремя пирогами и чашей осетинского пива группа волонтеров вознесла молитву Богу, а после развернула осетинский флаг. Осуществить высокогорный поход удалось благодаря представителю Северной Осетии в республике Крым Валерию Савлаеву. Испечь осетинские пироги помогли наши соотечественники. Сегодня мы всегда разговариваем. Мы выживаем, что наши шоу бомбалки и ртавы Айпетри. Когда мы придем искать, мы одasureд иematим этот уровень. Поэтому мы после того, что есть училие, мы благодарны, что мы не узнаем, что мы должны искать его максимум, мы рассказывали максимум по 0,5 часу. Мы помогли, что это максимум, мы будем искать максимум, Волонтеры пробудут в Крыму еще неделю, после чего прибудет вторая группа. Ребята оказывали помощь медикам и жителям в период всплеска коронавирусной инфекции. Ребята оказывали помощь медикам и жителям в Крыму еще неделю, после чего прибудет вторая группа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова